Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 июня. И вот сегодня я выложила видеоролик, который я вчера записывала, о том, что томаты в открытом грунте и формировка, и вообще условия выращивания у них немножко отличаются от тепличных. Я говорила, что здесь они больше проветриваются, здесь мы можем большее количество стволов оставить. Я говорила все это в общих словах, теперь перейду к частностям. Вот сейчас я вам расскажу, как я формирую крупноплодные томаты в открытом грунте, что нужно тут у нас соблюдать при этом. И вот для образца я подошла к сорту ботяня. Я уже показывала вам его в теплице, сейчас покажу вот здесь. Вот здесь у меня томаты, смотрите, они высажены не по две пломки, а по одному. Вот здесь один и вот здесь один. С этой стороны вот тут идут ботяни, это другой сорт. Сейчас рассмотрим на ботяне, потому что он, ну как, более известен, многие его знают. Сорт ботяня у нас крупноплодный. Я видео на предыдущие ссылки выложу вот в описании к этому видео, чтобы не рассказывать все, сколько он весит, сколько он... Ну скажу, что это индотерминатный, очень высокоруслый. И вот в открытом грунте я выращиваю в школовой культуре, кто выращивает на шпалере, все равно. Обычно его оставляем два ствола. Но у меня сибирский регион, мы почему два ствола оставляем? Чтобы он как бы поскорее все эти пять кистей, которые мы хотим получить с него. Ну там иногда бывает всего четыре, не успевают по срокам. Ну у кого раньше придет замороз, у кого позже. Но пять мы оставляем. И эти пять кистей у нас распределяются три кисти на основной ствол, а две на лидирующий пасынок. Тем, кто не знает, хочу напомнить, что лидирующий пасынок это тот пасынок, который под первой цветочной вот этой плодовой кистью образовывается. То есть смотрите, основной ствол, это у нас как раз вот тот, на котором висят вот эти вот два маленьких ботянички. Это основной ствол. Если бы я вела в один ствол, он был бы вот эта первая кисть, вот эта вторая кисть, вот эта третья кисть, вот здесь бы была четвертая кисть, вот здесь бы была пятая кисть. И он весь двухметровый рост, он бы вот так равномерно, равномерно эти кисти распределил бы. Оставляя два ствола, вот у меня, смотрите, тут первая кисть, вторая, третья. И тут тоже. Вот одна кисть и вторая кисть. Этим самым я уменьшаю высоту вот этого томата и упрощаю уход за ним. Потому что высокий томат, вы знаете, он и на ветру, они раскачиваются, вот эти макушки обламываются вовремя, если не привяжешь. Формировка вся состоит в том, чтобы не упустить момент, вот как только образовался, вот этот основной ствол, и показался вот этот лидирующий пасынок, все, застолбить их, остальное все убирать. Вы видите, что у меня здесь уже нет пасынков, я постоянно провожу пасынкование. Все вот эти пасынки, которые вырастают между основным стволом и листиком из пазухи, видите, вот маленький лезет, как только 2-3 сантиметра вырастает, ну 5, мы его убираем. Убирать можно по-разному, можно отщипывать, можно ножницами отрезать, можно выламывать. Я когда как, вот если есть ножницы, обрежу ножницами, нет ножниц, отщипну так, у меня вот поэтому всегда эти руки, пальчики вот эти черные, ну ничего. Я с этим уже смирилась. И вот в открытом грунте, ну это, я вот так вам скажу, что кто-то делает, вот я делаю в 2 ствола, кто-то даже гонит в 3 ствола вот такие крупноплодные томаты. Если вы только, у каждого обычного огородника свой какой-то метод, вот если 2, я делаю в 2, я делаю все крупноплодные в 2 ствола. У меня любимый праздник 2 ствола, и ботяня, и пудовик, все. Я уже как наловчилась этот метод, вот двухствольное выращивание, я выращиваю. У каждого, вы вот когда несколько лет будете выращивать, это я для начинающих говорю, у вас тоже будет какой-нибудь свой метод, который вам понравится больше всего. Мне кажется, 2 ствола это и не сильно загущено, и не очень высоко, и удобно. Но в открытом грунте, я уже говорила, что мы больше можем себе позволить, и кто-то гонит вот такие томаты крупноплодные и в 3 ствола. Значит, остается основной ствол, остается лидирующий пасынок, а третий пасынок, который будет третьим стволом, тут уже каждый выбирает сам. Кто-то выбирает самый толстый пасынок, который вообще, бывает, не придешь несколько дней, не повыломаешь, придешь, такой толстый пасынок, что его даже жалко удалять. Бывает вот так вот, раздваивается сам ствол, вы придете, раз-два, вот уже из одного ствола сделалось два, и вот это третий, и он уже зацвел. Некоторые его оставляют третьим пасынком, третьим стволом. Некоторые оставляют внизу, бывает, вырастает такой толстый-толстый жирный пасынок. Он тоже может быть третьим пасынком. Вот все. Вот так высокорослые вот эти индотерминатные томаты я формирую в открытом грунте. Но в открытом грунте, еще раз повторю, мы можем чувствовать себя немного посвободнее. Кто хочет, можно вот этого ботяню в один ствол вести, кто хочет, можно в два, но можно и в три. Про высокорослые тут более-менее понятно, а вот про низкорослые детерминатные я потом отдельно буду говорить прям очень-очень подробно. Там еще больше вариантов в открытом грунте. Там можно с пасынкованием выращивать, можно с частичным пасынкованием, можно вообще без пасынкования, но с подвязкой. Можно вообще без подвязки, по принципу посадил и забыл. В открытом грунте тут вы можете поступать с томатами очень-очень вольно, по своему желанию. Все, до свидания. Вот это было о формировании крупноплодных томатов в открытом грунте. Вот в данном случае, в конкретном, вот это ботяня.